добрый день уважаемые зрители и подписчики канала летаем вместе приглашаем вас в очередное воздушное путешествие в киеве сейчас на экранах вы видите достаточно редкие и можно даже сказать уникальные кадры села позняки которая когда-то находилась на территории нынешнего микрорайона позняки в киеве позняки и осокорки до 1935 года были отдельными селами пока их не включили в черту киева и не присоединили к дарницкому району но полноценно состав города эти территории вошли только в 1989 году первая промышленная застройка началась здесь в 1950-х годах в 1967 году на сдал буновской улице был построен завод буревестник а для обеспечения жильем его рабочих небольшой жилой микрорайон который стал первым микрорайоном современного массива позняки в целом до 1980-х годов на позняках были преимущественно луга где пасли скот ручьи болота и около 15 озер для строительства нового массива 80-м году началось осушение заболоченных земель и намыв грунта тогда же началось строительство южного моста и сырецко-печерской линии метро остатки села позняки сохранились и до нашего времени сейчас кадре мы с вами видим интересное место которое сегодня называют ямой видеосюжет об этом месте которая находится по адресу улица батуринская 12 мы сделали буквально месяц назад ссылку на этот полет я обязательно оставлю в конце этого видеосюжета в комментариях прошлому видео многие из вас написали о том что в дарницком районе в частности на позняках присутствуют также островки частного сектора которые представляют собой остатки бывшего села в нашем сегодняшнем полете мы выполним такое небольшое исследование экскурсию посмотрим на остатки села позняки то как они выглядят сейчас и конечно же поговорим об этой местности более подробно сейчас кадре мы с вами видим участки частного сектора которые находятся между проспектом петра григоренко между улицами с долбуновской и улицей урловской на берегу озера жандарка частные дома расположены вдоль маленькой узенькой улочки которая называется днепровая которая вероятно сохранилась еще со времен существования здесь села позняки давайте же пару слов скажем с вами об истории этой местности позняки известны с 1571 года как поселение бояр путных то есть тех кто нес путню службу при киевском воеводе название вероятно от фамилии позняк известно что семья позняков в том числе леонтий и моисей владели на левом берегу днепра поселком паньковщина который также называли позняковщины в 1631 году этот поселок был передан митрополиту петру могиле который свою очередь подарил его братскому монастырю однако документы о тождестве позняковщины и позняков отсутствуют с первой половины двадцатого века позняки разделяют на старые и новые большая часть их находилась на территории современной промышленной зоны в 1980 годы значительная часть старой застройки позняков была снесена а на ее месте с 1989 года сооружается жилой массив позняки сейчас в кадре мы с вами видим остатки частного сектора которые находятся на позняках вдоль улицы ивана бойко и нужно отметить что фрагменты бывшего села находятся сегодня микрорайоне на определенном расстоянии друг от друга и нам нужно будет с вами пролететь значительное расстояние для того чтобы увидеть каждый из них жители села позняки занимались в основном натуральным хозяйством выращивали скот выращивали огороды у многих была пасека с учетом того что здесь было много водоемов они также занимались рыбалкой было развитое ремесло например плетение корзин из красной лозы которая обильно росла здесь вокруг местных водоемов всю продукцию которую здесь получали доставляли на киевские рынки и прямо в дома киевлян и эта продукция пользовалась очень большим спросом известный сел опозняки и осокорки были также и своей экологией чистый воздух и прекрасная природа но с появлением непосредственной близости к этим местам объектов критической инфраструктуры города таких как бортническая станция аэрации и золоотвал дарницкой тэц ситуация с экологией здесь конечно же ухудшилась сейчас кадре мы с вами видим участок частного сектора вдоль улицы тепловозной и Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы вам было удобнее ориентироваться в местности и понимать, где же находятся сегодня эти остатки села Позняки, при создании этого видео мы подписали основные улицы и улочки в этом районе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, какие ваши впечатления в отношении застройки этой части города. Если у вас есть какая-то дополнительная информация по истории этой местности, я имею ввиду историю села Сокорки, села Позняки, напишите нам об этом. В комментариях нам будет всем очень интересно узнать об этом побольше. Выполнив полет над остатками села Позняки, мы решили разбавить немножко серые зимние пейзажи яркими цветными домиками. Сейчас в кадре мы с вами видим жилищный комплекс Comfort Town. Он находится на стыке микрорайонов Позняки, Березняки и Соцгород. Мы выполнили пролет над этим ярким жилищным комплексом и делимся увиденным с вами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Впереди у нас будет много интересных локаций, полетов, обсуждений и экскурсий. Вы также можете помочь развитию канала «Летаем вместе» материально. Вся необходимая информация для этого есть в описании к данному видео. Если у вас есть какие-то интересные идеи или проекты, которые мы могли бы с вами реализовать совместно, также свяжитесь с нами по адресу электронной почты, который будет предоставлен в описании к данному видео. А вам мы, конечно же, желаем хорошего настроения, прекрасной летной погоды, крепчайшего здоровья и обязательно оставайтесь на канале «Летаем вместе». Будет интересно! До встречи, друзья мои!